Я лично росла, человек деревенский, росла в многонациональной семье. У нас никогда не было по этому поводу никаких разногласий, разночтений и распорий. И то, что сегодня в обществе, в общем-то, настаивается, навязывается, что кто-то лучше, кто-то хуже, мне кажется, это специальная политика по этому поводу, чтобы каким-то образом людей всех сталкивать. Что касается моей деятельности в качестве доверенного лица. У меня была своя программа, эта программа была довольно-таки активной. У меня было 18 встреч, не творческих, не певческих, а 18 встреч были с молодежью, с рабочими, с врачами, с директорами школ, с теми школьниками, которые идут впервые на голосование. У меня были встречи на селе, в районных центрах и, соответственно, в городе. И в связи с этим 25 творческих встреч было. Начала я свой маршрут с Сибири. Я была в Кузбассе, Новокузнец, Кемерово, дальше Хабаровск, Пермь. И закончила свой мощный тур взаимодействия с людьми, с народом в Амурской области и в городе Благовещенск. И я хочу сказать, конечно, общество изменилось. Конечно, общество меняется, сознание людей каждый день. И, конечно, Владимиру Владимировичу придется сталкиваться с измененным сознанием народа своей страны. Видите ли, в чем дело? Ведь сейчас политика настолько тесно вошла во все сферы деятельности и жизни любого человека, то все только ленивые не обсуждают и не рассуждают, что происходит в жизни государства. У меня всегда возникал огромный вопрос. Во-первых, когда я был одним из доверенных лиц Бориса Николаевича Эльсона, с тех пор и до сегодняшнего дня все, что говорил Геннадий Андреевич, а говорит он замечательно, бывший он педагог, авторитарно, голос поставлен, формулирует. Замечательно все это я слышал. И готов повторить это неоднократно вместо него. Ходить и говорить. В чем уже последние лет 20. Примерно. Все остальное меня удивляет до крайности. Ну, к примеру, это очень похоже, если бы сегодня какой-нибудь вышел солдат, сказал, знаете что, я сильно желаю быть командующим армией. Но так не бывает. Наверное, Миша Прохоров, Михаил Дмитриевич, очень хороший менеджер. Почему президентом-то? Что случилось? Но он бы сказал, я наладил производство, теперь я хочу быть министром промышленности. Прошу назначить меня. Почему президентом? И я как бы не отвечал на этот вопрос, хотя он вполне логичен, до тех пор, пока вот пять дней назад не встретился в Туле с десантниками. Я никогда так не думал, и, пожалуй, никто эту тему не поднимал ни разу. Встал подполковник в зале, мы с ним виделись по Чечне, ну, после всего там поручкались. И он вдруг говорит, я не знаю, как вся страна, которая выбирает себе президента, мы военные выбираем себе главнокомандующего. С этой точки зрения у меня как-то голова перевернулась, никто об этом ни разу не говорил. Все замечательно, все что-то толдычат, еще чего-то, но представить себя в роли главнокомандующего любого из претендентов как-то, не то что странно, как-то печально. Они ведь так сказали по той причине, что человек несколько раз принимал решение самостоятельно, один. Я знаю людей, которые стояли с ним рядом, во всяком случае во Владикавказе, когда он сам лично принял решение, которое не принимал никто. Я знаю несколько человек, которые так же, как он, принимали решение, к которым я отношусь с глубочайшим уважением. Почему мы голосовали за Владимира Владимировича? Потому что мы верим и надеемся, что буквально в ближайшее время начнутся конструктивные движения. Все это время это был такой подготовительный процесс. Мы понимаем, что творится на мировом Олимпе в геополитической обстановке, что вообще происходит, кто правит миром, что делается, кого интересуют какие территории. Это можно про это долго говорить, и многие губернаторы, и многие коллеги наши выступали и говорили очень правильные вещи. Не хочется просто повторяться, хочется просто стабильности. И если человек готов взять на себя такой груз ответственности, то на сегодняшний день у него нет никакого другого выбора, как совершить достаточно серьезный рывок вперед во всех сферах, не только в индустрии, не только строительство дорог, Сочи, много разных проектов, много программ. Мне кажется, что нам не хватает, нам не хватает всем правил игры, условия труда, возможность трудиться и перспектива. Что под этим я подразумеваю? Я подразумеваю, что на разных точках и в нашей индустрии сидят разные люди, одного пускают, другого не пускают. Не хватает до всех возможности решать те или иные вопросы. Вот, например, у нас есть Министерство культуры. Оно не решает вопросы, наши вопросы, деятелей культуры. Какая мне разница, сколько будет сидеть губернатор или президент у власти? Пусть всю жизнь сидит. Понимаете? Эти выборы, которые даже на сегодняшний день, на которые тратятся колоссальные деньги, да, ну, в общем-то, да, мы хотим все время кого-то менять. Мы хотим, чтобы были перемены, безусловно. Но мы не хотим... Вот придут опять новые лица, да, и что дальше? Я считаю, что Путин как бренд претерпел значительные изменения в связи с теми событиями, которые происходили последние полгода. И его, может быть, имиджевая команда или его консультанты поняли необходимость изменяться, привлекать молодежь, становиться для них более понятным. Не случайно успех Михаила Прохорова, потому что я в ранге доверенного лица кандидата Путина объехал всю Ивановскую область и встречался с молодежью, студентами, студентами профтехучилищ. Привлекательность Прохорова для них основывается, прежде всего, на том, что это новое лицо, то, что он молодой, прикольный, талантливый, его реклама понятна и доступна, поставь лайк, что может быть проще для студентов. Он дает им хорошие обещания, у него интересная программа, хотя не все ее читали, на самом деле. Вот моя сестра родная преподает в высшей школе экономики, она там вынуждена была вести некие политические дебаты, когда студенты узнали, что она за Путина, они сказали, фу, Ирина Олеговна, как же так можно? Она говорит, а вы за Прохорова? А вы его программу читали? Они говорят, нет, а зачем? Потому что у молодежи, это относится и к культуре, и к политике, очень многое зависит от критерия нравится, не нравится. И также я встречался с молодежью, это превалирует. Потом, когда начинаешь общаться и спрашиваешь, а ребята, вы сами-то что хотите? Многие хотят сразу стать звездой. Вот они знают, что по телевизору вот показал, сегодня ешь, приезжуй, а завтра ты звезда, там ты в фабрике звезд, или каникулы в Мексике, или что угодно. Они говорят, вот как стать звездой? Я говорю, ну а как? Вот я в пять лет пошел в хоровую копылу мальчиков, а первый автомобиль себе купил в 33 года. Ну это как такая значимая критерия, как я стал звездой. Прошло 25 лет, я очень много всего учил, я много всего знал и занимался общественной деятельностью. Я был в комсомоле, ездил и построил отрядом, получил большой жизненный опыт. И это наложилось и на талант, и на образование, и среднее, и специальное по музыке, и так далее, и так далее. А просто так ведь ничего не происходит. Можно выйти замуж за Мэлла Гибсона, стать звездой, или крикнуть и всех опустить в интернете, и тоже станешь звездой. Вот ты возвысишься над всеми, моська от того сильна, что лает на слона. Речь идет не только о критике Путина или Единой России. Пожалуйста, вот Плющенко выиграл чемпионат Европы, да? Сколько гадостей на него пролилось в интернете, почитайте. Или умерла Витни Хьюстон. Такая грязь льется, просто неприятно. Спрашивают об уровне культуры, да? Почему у нас такая низкая культура в стране? И почти обычно сразу за этим следует предложение что-нибудь сыграть на пианино. Ну, типа на слабо, ты же музыкант, амурку можешь? Выхожу, играю Чайковского. Говорю, вот у меня к вам встречный вопрос, 200 студентов аудиторию. А что я сейчас сыграл? Никто не знает. Чайковский времена года. Что может быть проще? Вот отсюда культура. Отсюда эта мода, тенденция. Вот Путин стал не модно, да, к примеру, у молодежи. А Прохоров стал модно. А почему? А не почему. Я, честно говоря, признаюсь, я с 91-го года, по-моему, или с 90-го, когда Ельцина выбирали, первый раз пошел на выборы вообще, потому что почувствовал, что именно сейчас момент, который может в дальнейшем послужить на благо нашей страны. Бренды политические, предвыборные технологии, отсеивание всех этих кандидатов и все прочее, это понятно, потому что и общество, и даже наша власть, и вообще государство в целом, оно живет не столько реальностью, сколько мифологией. И реальность, она несколько в другом. Понимаете, вот в Кремле есть президент Путин, а в городе, скажем так, Мухославске есть прокурор, начальник ГАИ и еще кто-то. Это вот, ну, из таких вот товарищей, которые занимают государственные должности какие-то. Вот они там власть. И они, к сожалению, это вот те, которые там сидят, они унаследовали самое плохое, что было при господах коммунистов. Полное неуважение, пренебрежение вообще личностью как таковой, пренебрежение правами граждан. Когда они себя ощущают царем и богом, эдаким местным таким баем, а все остальные никто. И люди, которые вышли на Болотную площадь, на Сахарова, они, слава богу, это те люди, которые поняли, что они личности, что они граждане, и что с их правами как личности и граждан надо считаться. И это здорово, потому что я этого момента, ну, я сначала думал, что в 91-м уже личности созрели. Не, нифига подобного. Вот сейчас, мне кажется, уже тот момент, когда из тех 65, по-моему, процентов населения Советского Союза, которые в 50-х годах получили паспорта, и им сказали, что они граждане, они крепостные, вот сейчас их дети или внуки, они уже не те. Они уже понимают, что они имеют право голоса и что они сама ценность есть, понимаете. И сейчас весь момент, мне кажется, главный в том, что Путину, Владимиру Владимировичу, нужно опереться именно на них. Потому что только люди, которые осознают себя как личностью, как гражданином, могут помочь изменить ситуацию вот в этих вот Мухославских с этими баями и прокурорами.